Крестным ходом в Пустозерск духовенство и прихожане Богоявленского кафедрального собора во главе с епископом Наринмарским и Мезенским Яковым накануне посетили древнее городище. Примечательно, что в этот день православная церковь чтит память преподобного скимонаха Кирилла и скимонахини Марии, родителей преподобного Сергея Радонежского. Крестный ход в городище Пустозерск Наринмарской епархии традиционно организуют два раза в год – весной и летом. В этом году по погодным условиям выехать удалось только в начале октября и малым составом. Все участники крестного хода уместились в одном катере. 32 километра по Печории паломники достигли старинного городища. В этом году мы оказались здесь с Божьей помощью, идя притрудными путями, потому что не с первого дня Господь открыл нам этот путь, ибо умалившиеся воды Великой Печоры воспрепятствовали в разгар лета прийти сюда, но все промыслительно. И сегодня, в день памяти святых родителей преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марии, мы оказались здесь. Следующий 2019 год станет для Пустозерска знаменательным. Древнее городище отметит 520 лет со дня своего образования. Пустозерск имел важное значение в стратегии освоения Крайнего Севера. Он был форпостом русского православия в Заполярье. Просвещение ненцев, торговый путь в Мангазею, продвижение России на север и в Сибирь – все связано с Пустозерском. Духовное основание благоуспешности, общерусского дела, освоения северных территорий было заложено именно преподобным Сергеем Радонежским, с благословления которого созидались на севере обители монастыри Скиты. Примечательно, что сегодняшний крестный ход был приурочен к памяти родителей святого. Я поздравляю всех северян, всех соотечественников, всех, кто трудится в этом благословенном деле и желаю помощи. И поздравляю свершившимся походом наград на место древнего легендарного Пустозерска. И традиционно с первыми словами молитвы на древней земле из-за серых туч вышло солнце. Крестные походы в легендарный Пустозерск, оставшиеся навсегда твердыни православной веры, неподвластные забвению служат духовными вехами для большего числа людей, обретших и обретающих свой путь к Богу и святому православию.